Разбойничья сказка Знает и боится вся округа Но все это шутка Веселая шутка доброго писателя Его имя Карл Чапок Родина Чехословакия В нашей стране его книги очень любят Вот мы и решили сыграть одну из его сказок Есть в ней полезная мысль О том, что каждый человек должен А, впрочем, зачем я это говорю? Уверен, что вы сами все поймете А теперь пора начинать Надеюсь, что вам будет так же весело Слушать эту сказку Как нам весело было ее играть На старый промысел хожу Баку доносят ноги Всю ночь прохожих ста рожу На той большой дороге На той, ага, на той, ага На той большой дороге На той, ага, на той, ага На той большой дороге Вокруг не сгиня конька Кравит разинец стражник И руку пчишку за бока А ну давай бумажник А ну ага А ну ага А ну давай бумажник А ну ага А ну ага А ну давай бумажник Эту песенку частенько слыхали люди В те времена, когда хозяйничал В горах Брендах Знаменитый и грозный разбойник Мерзавио Самый страшный злодей Из всех злодеев Стой! Кишелек лежит Ой, конечно Конечно, кошелек Вот, берите Погоди, погоди А телега? А? А кони? Ой А товар? Ой, мой Все, все, все отдавай Ну совести у вас нет, пан разбойник Что? Ну молчу, молчу Ну что ж Прощай Лошадушка Прощайте, лего Ну и ты товар Суконный Товарец атласный Бархатный Прощайте Эй, Винтер Чего, хозяин? Хорош улов Годится Ох и мастак Вы хозяин Как там Сыночек мой А с чего ему делается Спит Стал быть В пещере Слушай, Винцик, что я надумал Отдам-ка его В ученье Ну хоть к монахам Даут Дорого дерут Монахи Ну, 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 пускай Пускай И обойдется мне это В пару Тыщенок Не беда Карман позволяет И хоть я всего-навсего Разбойник А сынок У меня пускай будет не хуже Какого-нибудь Графчика Баста Завтра же отвезу Маленькую мерзавию В монастырь Иисус Мария Всемилостивейший Всемогущий Владыка Святой Отец Оставляю вам Своего мальчика На воспитание Чтобы вы его научили Есть Сморкаться И танцевать Говорить Питишон Жевузем И Всему Ну, ну, тому, что полагается Настоящему кавалеру А тут мешок Дукатов Луидоров Пистоли Саверинов Наполеон Дуров Да, так, так Чтобы он у вас мог жить Как княжеский сынок Ага Так, так, так Ну, а как тебя зовут Дитя мое? Мерзавио Три Четыре Восемь Девять Десять Отличное имя Восемнадцать Девятнадцать О, кажется фальшивое Ничего, сойдет Двадцать три Двадцать четыре Двадцать пять Так вот и стал Маленькое мерзавио Обучаться у отцов-монахов Вместе со множеством Княжат, графьят И других знатных вальчишек Научили его говорить Сильвупле И донне-мо Пардон И трешерме Обучили Реверансом Минуэтом И приличным манерам Выучили его Сморкаться Так, чтобы звук Был тонкий Словно у флейты Или нежный Как у кларнета А не трубить Как фанфара Или ерехонская труба Короче говоря Выучили его Всему политесу И отменным тонкостям Как настоящего кавалера Отец Доминик Был очень доволен Своим воспитанником Очень Очень доволен Он ставил его Пример другим ученикам Юный Мерзавио Дети мои Сделает себе карьеру Он весьма мил Учтив И воспитан Покорные обычаю От мала до велика Мы учимся Мерзавио Мерзавио О, питомец Мой Духовный Учтивость Неизменная Всем в жизни Приходится Так учат нас Наш почтенный Наш почтенный Отценный 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 В общем Юный Мерзавио В своем черном Бархатном Камзоле С кружевным Жабо стал очень милым юношей. Очень, очень милым. И начисто забыл, что рос когда-то в разбойничьем логове, в диких горах, брендах, и что его отец, старый злодей и разбойник Мерзавио, ходит в бычьей шкуре, укрывается конской пополой и ест сырое мясо прямо голыми руками. Ну, как полагается всем разбойникам. Старый промысел Хожу По Куда носят ноги Всю Ночь прохожих Старожу На Той большой Дороге На Той Ха-ха, на Той, ой-ой На Той Большой Дороге На Той, ой-ой На Той Ай-ей На Той Большой Дороге Эй, Винчик! Ну, Ну, Чего? Ой, Кажись, Отдай у конца, Поезжай в монастырь, Привези малыша. Адридовник, вы слышали, мой отец, мой бедный отец. Мужайся, мужайся, юный мерзавец, твой священный долг продлить житейские заботы твоего отца. Большое дело, а? Текстиль, дровяные склады, автовая торговля. Ах, ничего я не знаю, патр, бедный, бедный отец. Надо полагать, солидная фирма. Бог да благословит тебя на продление сего предприятия. Амэн. Почему они не едут? Ну, где этот чертов Луадри Винчик? Ну, куда он запропастился? Отец! Отец! Дорогой! Здорово, здорово, парень, здорово. Да хранит вас Господь долгие годы на радость ближнюю и к несказанной гордости вашего потомства отец. Легче, парень, легче. Сегодня я отправляюсь в пекло. И нет у меня времени на твои фигли-мигли. Отец! Отец! Ну, не плачь, не плачь. Думал я, сынок, оставлю тебе такое наследство, чтобы ты мог жить без забот. Не волнуйтесь, отец. Разрази меня гром на этом месте. Настали ведь для нашего ремесла в последние времена. Успокойтесь, папа. Я и понятия не имел, что вы терпите нужду. Эх, пап. Видишь ли, у меня подагра. Приходилось работать поближе к дому. А купцы прохвосты. Ближайший большак всячески объезжали. Чуили, чем это пахнет. Ну, вот. Самое время, сынок, чтобы моим делом занялся кто-нибудь помоложе. Дорогой отец, я клянусь вам всем святым, что есть на свете, что я буду продолжать ваше дело и обещаю вести его честно, с любовью и со всей учтивостью. Не знаю, сынок, как выйдет с учтивостью. Я-то положим, резал только тех, которые брыкались, но кланяться. Сынок, никогда не кланялся. Понимаешь, в нашем деле это как-то не годится. Позвольте, позвольте, папа, а какое же ваше ремесло? Разбой. Готово. Дал дуба, старик. Юный Мерзавио был потрясен до глубины души, как смертью старика отца, так и тем, что дал ему клятву стать разбойником. Через три дня пришел к нему тот самый лохматый Винцик. Ну, так вот, молодой хозяин, у ребят из голодухи животы подводит. Три дня уже не манже стало быть. Пора приниматься за дело. Дорогой Винцик, а нельзя ли как-нибудь... Что? Ну, обойтись без этого. Ну, ишь какой! Тут тебе монашек не принесет у фаршированных голубей. Не жди. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как мой незабвенный отец вел свое дело? А, ну, стало быть, коня седлал, пистолеты заряжал, и того, стало быть, выезжал на большак. А еще, еще песню пел. Ух, разбойник! Ду блонду котылу и дор Га Сдят в кармане часто Бе Ду Короткий разговор Га Ника Шелебаста Га Ни Ха Га Ни Ха Га Ни Кашелебаста Га Ни Ха Га Ни Ха Га Ни Кашелебаста Вот от этой песни у всех поджилки тряслись. Обстоятельный был старикан. Дело знал. Конь, пистолеты и песня. Ха Ну, что ж, попробуем. Взял юный мерзавию лучшей пистолетой, вскочил на коня и поехал на большую дорогу. Там он засел в засаду и стал ждать какого-нибудь проезжего, чтобы его ограбить. На старый промысел хожу, пора за дело браться, но все уси я приложу, чтоб вежливым остаться. Ла-ла-ла, ла-ла, 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 чтоб вежливым остаться. Прошел час, другой, и на дороге показался купец-суконщик с полным ввозом товара. Молодой мерзавию вышел из засады и учтиво поклонился. Честь имея кланяца, бонс вар. Здравия, здравия желаю, Ваша милость. Надеюсь, я вас не испугал, мси? Нисколько. А чем могу служить? Как мало денег на земле и как они желаны, мой друг, позвольте себе в гупле очистить вам карманы. Ла-ла, 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 очистить вам карманы. Пресвятая дело, понять ничего не могу. Отец был груб, был резакон, гони кошель и баста, а я скажу вам и пардон, доней-мо, пиастры. А-ла-ла, ла-ла, а-ла-ла, ла-ла-ла, доней-мо, пиастры. Умоляю вас, сударь, не пугайтесь. Я разбойник. Я страшный мерзавю с диких бренд. Очень рад. суконщик был тёртый калач. Он сразу всё сообразил и ни капельки не испугался. Вот так штука. Так значит, мы коллеги? О, мсье. Ага. Я ведь тоже разбойник. Кровавая чепелка из Костельца. Очень рад. Разве вы меня не знаете? Мсье, я, я просто не имею чести. Видите ли, я тут, коллега, впервые. Я только что унаследовал дело моего отца. А, вы наследник старого мерзавя с бренд. Так, так, так. Совершенно правильно. Это знаменитая разбойничья фирма с репутацией и очень солидное предприятие. Мсье. Я поздравляю. Поздравляю вас. Мсье. Пан Мерзавя, поздравляю. Мсье. Ну, а знаете что? Я ведь был большим другом вашего покойного папаши. Вы знали папа? Да. Расскажите. Да, молодой человек. Расскажите мне о нём что-нибудь, а? Ну, как же. Родственные души. Я прошу вас. Вот как-то мы с ним встретились, а он и говорит. Слушай, говорит, кровавый Чепелка, мы с тобой соседи. Соседи. И коллеги. Да. Так давай разделимся по-честному. Лес будет, ну, летом мой, а дорога, вот эта большая дорога, пусть будет твоя. Твоя? Будешь грабить на ней один. Да, мы с ним по рукам ударили. Месье, тысячу раз прошу вас простить меня. Я не имел, не имел понятия, что это ваше частное. Ну, ничего. Мне искренне жаль, что я сюда вторгся. На первый раз прощается. Да, а еще, еще ваш папаша царствие ему небесное сказал, слышь-ка, кровавый Чепелка, если только я или кто из моих людей сюда нос сунет, ты можешь забрать у него, ну, все, пистолеты, вот, шапку и камзол, чтоб помнил, что дорога твое хозяйство. Вот, ну, так сказал ваш старый батюшка. В таком случае, я прошу вас принять эти пистолеты с насечкой и этот берет с настоящим страусовым пером и этот камзол из аглицкого бархата в знак моего глубочайшего уважения к вам, а также искреннего сожаления о том, что я причинил вам такую неприятность. Ну, 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 давай, давай сюда вещички, но, но, но больше, больше, милый мой, чтоб я тебя тут не видел. Что вы? Что вы? Ну, ну, лошадки, ну, с Богом, пан Мерзаня. А где? Ара Иван, бомви, благослови, вас Господь, благородный, добрый человек. И юный Мерзавио вернулся домой не только без добычи, но и без камзола. Лохматый винцик здорово его за это выругал. И вот снова ночь, снова засада. Ага, опять воз, полный всякого добра. Но на этот раз будем решительны. Будьте любезны, остановиться, сударь. К моему великому сожалению, мне придется вас заколоть. Я прошу вас помолиться и приготовиться к смерти. и сей-ли-ву-плей вау-тро пляс, муссиу. О, отче наш, иже ищи на небесе. Отче наш, иже ищи на небесе. Да святится имя твое. Да святится имя твое. Да приедет царствие твое. Да приедет царствие твое. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Будет воля твоя. Как, сударь, готовы ли мы, наконец, к смерти? Держи карман готов. Я великий грешник. Лет 13 не был в церкви. 13 лет? 13 лет. Вот если бы я мог исповедаться, то мне бы, наверное, Господь грехи отпустил и не отправил бы мою душу в ад. Возможно. В ад. В ад. Знаете что? Знаете что? Я моментально слетаю в город, и когда исповедуюсь, вернусь, а вы меня тогда и заколите. Хорошо. Хорошо. Я вас подожду вот здесь, около возра. Топ! Топ! Возниться был большой плут. Он доскакал до ближайшего трактира и там рассказал, что на дороге его ждет разбойник. Взял с собой трех здоровенных парней и налетел с ними на Мерзавио. Вчетвером они страшно отдубасили беднягу. Учтивый разбойник вернулся в свою пещеру избитый и ограбленный. Вот и опять едет по дороге Возок. Прикрытый брезентом. Этот торговец везет на ярмарку расписные пряники. Стой! Добрый человек! Я разбойник. Сдавайся. Я делаю с концом. Слышь, старуха, здесь какой-то пан разбойник. Тут брезент на вазу развернулся, из-под него вылезла толстенная бабка, подбочинилась и... Ах ты, антихрист, бандит, безбажник, безобразник, большой потолк, ворюга, взломчик, виселник. Ах ты, головорез, гробьян, гробитый, нормой, детки, зубая голова. Яритик же углов, злодей, зверь, тиратый зверь, ты дал. Ах ты, каин, кровопеец, как торжник. Ах ты, лентяй, лагер, ледоед, как ты смеешь нападать на почтенных людей. Упростите, мадам, я не имел представления, что в экипаже есть дама. А оно сразу видно, что есть, да еще какая дама. Ах ты, махомет, браковец, негодник, дохол, нюхрусть, обвал-то, созорник. Ах ты, большевец, преступник, блог. Тысячу извинений, мадам, если я вас напугал. А прешармей, мадам, с любви, мадам, мадам, заверяю вас в своем искреннейшем сожалении, что я... Убирайся отсюда! Вот я тебе не сказала, что ты! Погонец, пустопляс, прощалый горозбойник Иринальда, Ринальдина! Соткана! Теревная птица, трус, тигр! Он не едет, стиранный уголовник! Ну, продолжение юный мерзавий уже не слышал, потому что пустился наутек в свою пещеру. Но и там ему все еще казалось, будто ветер доносит что-то вроде... Убийца! Мадам! Экскюзи-муа! Парол! Пардон, мадам! Хулиган, чудовище! Силь-ву-плей, мадам! Эгоист! Не пуркуа, мадам! Язва! Словом, бабка прошлась по всей азбуке от А до Я. Эх, неладно, получается, молодой хозяин! Все ваши подручные, ну, стал быть, разбойники разбежались! Ну, надо есть пить-то, надо, верно! А теперь вот все честно работают, как все люди! И сам я, значит, то нанялся, стал быть, в работники на мельницу, так что прощайте, стал быть! Адье, Винцик! И юной мерзавию остался один-одинешенек! Вот тут-то он и вспомнил о монастыре и об отце Доминике, который так его любил. Пришел, упал на колени, заплакал и рассказал ему все. Чадо мое, возлюбленное, хвалю тебя за доброту и учтивость, но разбойникам быть ты не можешь, как потому, что это смертный грех, так и потому, что тебе это не по силам. Но дабы сдержать клятву, данную твоему батюшке, мир праху его, будешь ты и впредь обирать людей, только иным путем. Поступай-ка ты на место сборщика дорожной пошлины, я дам тебе письмо к пану окружному начальнику. Как мне благодарить вас, святой отец? Вот тебе и случай сделать карьеру. Будешь подстерегать людей на большой дороге, и когда кто-нибудь поедет, налетишь на него и потребуешь два крейсера пошли. Притом можешь ты дело свое исправить со всей учтивостью, на какую только способен. и стал учтивый развойник сборщиком пошлины на большой дороге. Много лет спустя поехал падре Доминик в те места навестить тамошнего священника. Он уже заранее радовался, что увидит своего учтивого питомца, узнает, как ему живется можется. И действительно, у шлагбаума его экипаж остановил усатый человек. Это был никто иной, как мерзавио, и что-то ворча протянул руку. Отец Доминик полез в карман, но так как был немного тучен, то на это потребовалось время. А что там еще, что там за колочкой? Сколько прикажешь ждать, пока достанешь свои несчастные два гроша? Батюшка, батюшка, у меня крейчарев-то нет. Прошу вас, братец, разменяйте мне пятачок. А чтоб вас, если нет денег, так зачем вас черти носят? Давай, два крейчара, убирайся обратно. Мирзавио, Мирзавио, неужели ты меня не узнаешь? И куда же девалась твоя учтива? Вот черт да, господи. Ваше преподобие, ну не удивляйтесь, не удивляйтесь, что я стал неучтив. Ну кто, где, когда-нибудь видел сборщика налогов городового или судебного пристава, который бы не был немного ворчана? Ну что, воей бога! Да что, правда, то правда. Такого еще никто никогда нигде не встречал. Ну вот видите, а теперь убирайся ко всем чертям, чтобы я тебя подрошел. Господи, 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 господи. С утра дорогу сторожу, весь день покоя нету, на сборе божьей я сижу, а ну, гони монету, а ну, а ну, а ну, а ну, гони монету, а ну, а ну, а ну, гони монету. Тут сказки об учтивом разбойнике конец. И сам он, наверное, тоже умер. Но его потомков вы встретите на многих и многих должностях и сразу узнаете их, потому что хоть их и обучали вежливости, но они великие охотники ни с того, ни с сего брониться и ругаться. А ведь это нехорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok